Атмосфера детской непосредственности и добра в этот день царила не только на театральной площади, но и в молодежном парке. Там проходил конкурс-фестиваль рукотворных кукол «Кукла-россияночка». В сказочный мир, детство и волшебство окунулись и наши корреспонденты. Тему продолжит Анна Монастыренко. Конкурс-фестиваль рукотворных кукол «Кукла-россияночка» был проведен впервые. Под своим крылом он объединил 44 мастерицы и 115 кукол из Славянского района Краснодара и Темрюка. Мы дали возможность каждой мастерице выставиться здесь, вне рамок рынка. То есть здесь царство кукол, здесь царство волшебства. И здесь возможность продемонстрировать свое мастерство каждой мастерице и порадоваться. И посмотрите, как мастерицы сидят и наблюдают за всем происходящим с трепетом. В сердце я вижу, я знаю, с ними общаются, с ними разговаривают. Им это очень-очень важно, не сидеть дома, а выставить свои работы. Сколько работ выставить на фестивале, в какой технике они будут выполнены, решали сами мастерицы. Организаторы конкурса дали им полную свободу для самовыражения. Здесь куклы и кубанской направленности, и народные куклы, и куклы интерьерные, и куклы из Талаша, и куклы вязаные, и куклы фантазийные, например, Баба-Яга. И все это мы специально не ограничивали ни количество участников, ни количество кукол, которые представит каждая участница. Мы дали волю творчеству и корень здесь сделан в России. Все куклы, представленные на фестивале, уникальны и по-своему неповторимы. Для Ольги Ларионова из посёлка Целинного изготовление кукол стало настоящей отдушиной смыслом жизни. В каждую она вкладывает всю свою душу. Они для неё живые, с собственным характером и взглядом на жизнь. Привезла куклу, называется «Ангел Добрый снов». Обратите внимание, это ангел, у которого изумительные добрые глаза. Который держит на руках вот эту стрекозу. Косички торчат, и вид у неё такой озорной. Мы, в принципе, все в жизни. Сначала нас окружают заботы родителей, потом мы взрослеем, начинаем окружать заботы своих детей и внуков. Мы всегда ощущаем заботу, заботу, чья это забота не была. Но в душе мы где-то думаем, что нас всё время сопровождают и обучают ангелы. Вот этот ангел, он тоже защищает и поддерживает в жизни вот эту маленькую девчонку. То, что куклы живые и действительно обладают собственным характером, подтверждает и другая участница фестиваля Анастасия Лаптий. В Краснодаре у Анастасии есть своя мультстудия, в которой её куклы, а также куклы, изготовленные учениками, оживают в сказках и фильмах. Вот, к примеру, Василиса Прекрасная и Баба Яга. Они уже актрисы со стажем. Кто здесь? Это я, бабушка. Мачеха с дочкой послали меня за огнём. А никто, кроме тебя, рядом с нами не живёт. Знаю я их. Ты поживи, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем. А это знакомьтесь Пушкин и Эйнштейн. Они также герои мультипликационных фильмов. На время выставки куклы сменили свои амплуа и из актёров превратились в моделей, о которых их автор с удовольствием рассказывает. Эта кукла называется «Гений». Как вы видите, это Альберт Эйнштейн, который играет на скрипке. Очень необычный, удивительный человек. Судьба его мне очень удивительна тем, что он вышел против стереотипов. То есть он подверг сомнениям такие авторитеты, как Ньютон, например. И в своё время его все осмеяли и не признавали те мысли, которые его новые законы, которые он предлагал. Но он не побоялся, пошёл против течения и стал гением. Куклы, представленные на фестивале, были выполнены в различных техниках. Текстильные куклы, вязанные спицами и крючком, куклы-шкатулки, куклы из талаша, соломы, глины, джута и капрона. Все удивительные и неповторимые. Зрители, а именно они, путём своего голосования и должны были выбрать победительницу, оказались перед непростым выбором. Очень интересное мероприятие. Здесь представлено большое количество кукол и в современном стиле, и народные. Очень отрадно, что много мастеров представлено, работа в нашем районе. И радует, что пытаются сохранить традиционную культуру, но также большое количество мастеров. Современных, красочных, очень красивых работ. Но вы уже голосовали? Да, я уже проголосовала за одну работу. Очень надеюсь, что она займёт достойное место в этом конкурсе. Мне очень понравилась выставка. Понравились куклы из соломки, плетение вот это ручное. Очень замечательно. После того, как смотришь на эту ручную работу, сразу хочется попробовать. Мне понравились руссконародные куколки с кукурузой. Я сама сделала, вот, например, зайчика на мастер-классе. Там очень интересное и увлекательное занятие. Мне очень понравилось. Пока зрители голосовали за понравившихся кукол, мастерицы без дела не сидели. Для всех желающих они показывали мастер-классы. Надежда Харченко свои куклы делает из природного материала – талаша, листьев с початка кукурузы. Освоить эту технику может даже ребёнок. Всё, что требуется – фантазия и немного терпения. Сегодня я решила сделать зайчика. Довольно это было сделать легко, потому что мне помогали. Так как я сама делаю это в первый раз, мне очень понравилось. Это очень легко делать и очень интересно. К примеру, вот эти вот, как они, ушки. Ушки делать тоже очень довольно легко. Берёшь солому и закручиваешь, и потом вставляешь. Поначалу я думала, что у меня ничего не получится, и мне будет сложно, но потом я поняла, что это очень легко и забавно. У меня получился вот такой вот зайчик. Что ты с ним будешь делать? Ну, я его поставлю, чтобы он стоял, и у меня была память о том, как я это сделала в первый раз, и что у меня получилось красиво. А вот Оксана Зеленова из станицы Анастасиевской работает с маковицей. Этот природный материал идеально подходит для изготовления кукол и используется с древних времён. Изготовляется он вот из-под коры дерева. Вот такая вот мягкая структура есть. Вот это вот и есть макловица. Вот её обрывают, и вот такие вот волокна получаются. Их высушивают, и можно использовать. Куклы мы делаем обереговые. Они носят защитный характер. Это кукла на здоровье. Это можно куклу сделать вот такого плана неразручники, чтобы парочка никогда не разлучалась. Молодой паре можно сделать. Очень, если вы понюхаете, запах у него безумно, да, такой вот насыщенный. Куколку эту вешают. Над изголовью, например, болеет ребёночек, да, или кто-то из взрослых. Вот здесь в голове её вешают. Обязательно косичкой вверх, чтобы она была. И считается, что она приносит здоровье, забирает болезнь. На конкурс Оксана Зеленова привезла несколько кукол. Самая любимая из них – Анастасия. Она – олицетворение станицы Анастасиевской. Щедрой, богатой и красивой. Поддержать свою участницу на фестиваль даже приехал Анастасиевский хор. Песня «Анастасия» Песня «Анастасия» Площадкой для проведения мастер-классов и фестиваля кукол был выбран «Молодёжный сквер». Амфитеатр как нельзя лучше подошёл для размещения экспоната в выставке, а удобные скамейки – для проведения мастер-классов. Парк «Молодёжный» – это открытие нашего города. В этом году вообще потрясающий парк, маленький, уютный. Мне кажется, тут молодёжь собирается и должна собираться с удовольствием. Поэтому спасибо городу, спасибо за то, что он у нас такой замечательный и уютный. Когда последние голоса зрителей опустились в урну для голосования, организаторы фестиваля отправились их подсчитывать, после чего началась церемония награждения. Все участники и организаторы конкурса фестиваля получили благодарность главы Славянского района и председателя районного совета. Победительницы, а ею стала кукла «Лето», вручили сундук добра от генерального партнёра конкурса коммерческого банка «Кубанькредит». Наибольшее количество баллов набрала кукла «Лето» мастер Денисова Татьяна Николаевна. Просим вас. Я очень благодарна Иоанне Константиновне, всем организаторам и всем рукодельницам. Спасибо вам, что вы есть, что вы продолжаете такое прекрасное чувство, такие красивые вещи делаете. Это вам. Спасибо большое, спасибо. Вот, да, 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 да. Конкурс так понравился зрителям и его участникам, что они задумываются о том, чтобы проводить его ежегодно. Авторы кукол поддержали эту идею и уже сейчас начали придумывать новые образы для своих будущих кукол. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».